Сегодня в Беларуси праздник музыки. Минск принимает гостей и участников главного детского песенного конкурса Евровидения 2018. Торжественное открытие международного форума прошло в понедельник. Одновременно с этим стартовала Евронеделя, во время которой участники репетировали и готовились к сегодняшнему грандиозному шоу. В Гомельском регионе эти семь дней также были наполнены интересными культурными событиями. Самые яркие в обзоре от Евгении Кухаронок. Лингвисты выяснили, что белый, черный и красный являются самыми важными цветами в языках народов мира. Слова обозначения для них появились намного раньше других. В современном же мире эти цвета называют традиционными. Возможно, потому что они сопровождают нас на протяжении жизни в самых важных событиях и ритуалах. Вот, к примеру, свадебное белое платье или же красная нить в белом рушнике, черная траурная одежда. Все это пришло к нам из вековых традиций наших предков. Но многие забыли, а возможно, кто-то и вообще не знал, о глубоком символизме этих трех цветов. Если вас заинтересовала тема, советуем сходить на выставку, которая на днях открылась в Дворце Румянцевых и Паскевичей. Она так и называется – белая, красная, черная – символика цвета в народной культуре. Экспозиция рассказывает об истоках появления этой цветовой триады и ее символизме. Посетители выставки смогут найти ответы на вопросы, почему наши предки носили белые одежды и украшали их красным орнаментом, почему мы живем на белом свете и почему откладываем деньги на черный день. Плюс ко всему, в рамках экспозиции можно пройти тест Люшера и узнать о значении рун. Гомельская филармония и областной драматический театр реализовали совместный творческий проект, посвященный 75-летию освобождения Гомеля от фашистских захватчиков. Два коллектива объединились в создании концертно-драматической программы «И помнят мир спасенный». Со стены звучали стихи и песни, театральные и инструментальные этюды и все в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. Кстати, идеи номеров предлагали сами исполнители. Волнение не выдавая, оглядываюсь не расспрашивая, так вот она передавая, мне ничего нет страшного. Симфония города. Выставку под таким названием представила гомельская художница Ирина Панкова. В экспозиции работы, написанные маслом и акварелью, на картинах и этюдах изображения Гомеля. Памятники архитектуры, старые улочки, парки. По мнению художницы, областной центр звучит как симфония. Экспозицию можно увидеть в Центральной городской библиотеке имени Герцена. В Гомеле прошел шестой международный конкурс молодых исполнителей на народных инструментах «Золотая лирополесья». Участие в нем приняло 200 юных виртуозов игры на баяне, балалайке, цимбалах, домре и мандолине. Первые среди участников был исполнитель на рубапе, национальном азербайджанском инструменте. Также в рамках конкурса члены жюри проводили мастер-классы и выступали с сольными концертами. Чем порадует следующая неделя, узнаем прямо сейчас. 27 ноября в картинной галереи Гаврила Ващенко откроется выставка «Днепровский паром». На ней свои работы представят 20 художников из Беларуси, Украины и Латвии. Они в числе первых проехались по музейному маршруту Гомельско-Черниговского пограничья. В течение всей поездки художники вели путевые дневники. Они делали зарисовки пейзажа, архитектуры, музейных экспонатов. И вот как раз таки материалы из этих путевых дневников и будут представлены на выставке. Также на следующей неделе открывается четвертый форум классической музыки «Восток-Запад». Первый из трех концертов состоится 2 декабря в программе шедевры барочного и классического репертуара в исполнении одних из лучших инструменталистов Беларуси. Продолжат форум концерты 13 и 23 декабря. Всех любителей и ценителей классической музыки приглашают в колледж имени Соколовского. Время начала 18.30. С наиболее интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели».